Он распространяется. То, что этот закон содержит много дискриминационных условий, то есть когда обременительно является для слабой стороны спора для потребителей и наоборот ставят более выгодное положение банк, это не секрет, это уже является общим местом. Почему бы не пойти по пути оспаривания дискриминационных условий договора против кредитора? Да, но как правило банки, например, в этой ситуации, они реагируют так. Вы подписывали договор, вы читали договор, вы его подписали согласно со всеми условиями. Почему же вы начинаете обращаться в тот момент, когда у вас случилась непредвиденная ситуация, что вы не можете выплачивать, например. То есть они говорят о том, что вы не своевременно обращаетесь. Хотя вообще право гражданина обратиться в любое время. В договорах же есть такая норма, вернее в некоторых договорах, в хороших банках есть такая норма, что кредитор имеет право обратиться в банк, и если вдруг у него случаются какие-то там непредвиденные обстоятельства, и он не может исполнять свои обязательства в этом договоре. Да, но это не вариант банкротства, наверное, пока еще. Да, пока это не вариант банкротства, Марина Анатольевна. Тем не менее, у нас закон выше договора, и чтобы в договоре не было записано, он не может блокировать само право на судебную защиту. Поэтому вне зависимости от воли банка, заемщик всегда на протяжении срока действия финансовой услуги, договор потребительского кредита может быть на несколько лет предусмотрен. Поэтому пока эта финансовая услуга длится, заемщик может задавать вопросы о порядке начисления процентов и пении, о том, в каком порядке списывается с него штраф и проценты. Если этот порядок нарушен, самое время задаться таким вопросом. О правомерности включения обязательной страховки по спекулятивным ценам. Можно полностью вернуть потребительский кредит и затем, указав на недостатки финансовой услуги, попросить его предоставить заново, но уже без страховки. А убытки, связанные со страховкой, вернуть. И у нас на практике были такие первоклассные заемщики, которые исполнили свои обязательства досрочно, а потом вернули страховку назад, несколько тысяч долларов с крупных банков. И причем нам удалось вернуть эту страховку в досудебном порядке. То есть мы подали исковое заявление, но банк пошел по пути накануне судебного заседания, он аккуратно возвращал страховку, так что к суду все было гладко достаточно. Но как быть в ситуации, вот таким образом мы с вами рассмотрели и альтернативы, не только закон о банкротстве. Давайте также зададимся вопросами разумного бюджета, связанного с правозащитной деятельностью. Если бюджет превышает цену самого конфликта, то тогда это нивелирует право на судебную защиту, согласитесь, да? Итак, вот в этой ситуации, как вы видите, в центре у нас здесь изображена супружеская пара, 22 кредитора. Если мы умножим примерно 3-5 судебных заседаний на 22 кредитора, получим 60 сотню судебных заседаний, которые надо посетить, чтобы оспорить каждый договор. Договор потребительского кредитования или договор займа, хотя в этих договорах определенные условия, ну например, штраф за просрочку обязательства 8% в день, начисление расставчической пени 2% в день, что явно несоизмеримо со ставкой центрального банка, темпом индексации пенсии, зарплат населения и так далее. Но попробуй оспорь, каждый договор займа, каждый потребительский кредит в суде, если...